всем доброго времени суток я приветствую вас на канале от татьяны с любовью я к вам сегодня с рецептом заготовок не удивляйтесь у меня заготовочки уже начались причем я хочу вам показать что можно приготовить в одной кастрюле за один раз великое множество различных рецептов консервы сегодня мы с вами будем консервировать рыбу я взяла 5 сортов это у меня килька салака горбуша минтай и скумбрия вы можете взять любую какую хотите потому что рецепт до такой степени простой а готовится еще проще сейчас вам все расскажу и покажу поехали начнем с того что я вам покажу рыбу как видите рыба у меня достала я из морозилки вот самый тяжелый наверное процесс это почистить вот эту всю рыбу и все приготовить значит рассказываю здесь у меня две горбуши безголовые вот лежат две скумбрии сейчас покажу вот а 3 минтая это салака вот понимаете в чем дело то что я задумала сделать салака не знаю получится или нет потому что по причине того что салака очень крупно вот смотрите видите прям вообще отца мне вот просто хочется салаку но если уже не получится значит не получится знать что-нибудь другое будет и келька келька вполне хорошенькая мне нравится смотрите какая вот значит то что я буду делать с рыбой чистить мыть убирать кишки вот это все конечно же я вам показывать не буду смысла никакого нет все вы это умеете делать сами я вам покажу уже готовы сразу же продукт который мы сразу же начнем с вами дальше готовить так по ценам сразу пока не забыл у меня есть чек я взяла я вам потом в конце озвучу сколько я потратила и что у меня вы вот пока чищу рыбу все делаю я вам покажу вот смотрите я взвесила киричку я ее почистила значит у меня получается вес кило 195 рядом поставила калькулятор для чего сейчас мы с вами высчитаем соль так камера ага соль соли нам нужно на килограмм ну вернее берется 1 2 процента от общего веса вот у нас кило 196 вот кило 196 я возьму 1 и 6 процента ну это такой средний можете если вы сильно соленой не любите можете брать 1 процент если сильно соленая любите можете брать 2 даже процента я вот возьму от этого количества возьму соли 1 и 6 процента можно даже 7 но это по моему вкусу так значит умножаем 1 и 7 процента и получаем 23 десятых грамма вот на это количество рыбы так каждую рыбу я взвешу и сделаю именно так что я делаю дальше я обнуляю просто вам хочу показать как я это делаю да и сейчас смотрите по граммам 9 10 все вот 20 граммов здесь у меня 23 я сделала 20 граммов все я сейчас это все перемешаю вот так вот рукой просто перемешиваю и оставляю ну минуток на 15-20 потом снова перемешаю и таким образом посолю всю рыбу так значит давайте я вам буду по порядку все рассказывать да потому что рыбы много я уже какую-то подготовку провела вся рыба у меня почищена скумбрия салака минтай горбуша по килограммам все мы в самом конце с вами все посчитаем и килька все у меня посолено все у меня приготовлено я сделала 1 и 6 процента на от общего количества продукта это сюда входит и рыба конечно же сюда входит и овощи то есть вот некоторые овощи я уже пережарила и все приготовила это лук и морковь все сделала с веса высчитала на калькуляторе и все посолил то есть я могу в любые банки раскладывать как я хочу у меня уже все посоли сделано значит что я хотела с салакой я хотела очень приготовить из нее шпроты но салака до такой степени смотрите какая крупная но она с икрой поэтому у меня вот шпрот она называется банки да такая огромная конечно получится но одну баночку я все-таки приготовлю а вот кильку взяла небольшие вот такие вот баночки 2 сделаем шпроты с килькой вот почему мы начнем со шпротов потому что остаток кильки я потом обжарю и у нас будет килька в томатном соусе обжаренная все по порядку не беспокойтесь много времени это не займет значит так на одной баночке вот это банки у меня небольшие это вот 400 граммов а это наверно 230 но это пол-литровая банка да возьму закручивающуюся вот это пол-литровая банка так значит на дну каждой баночки положу лавровый лист в зависимости от того что одна баночки поменьше уйдет сюда половиночку перчик если здесь баночка маленькая значит три горошинки перца черный у меня здесь смесь видите вот смесь да какой попадется и белый черный красный и душистый в общем все по желанию как говорится по чуть-чуть далее в каждую баночку я добавляю паприки здесь у меня уйдет приблизительно ну вот так вот одна четвертая часть сюда одна третья пусть будет а сюда положу пусть пол чайной ложечки так и у меня здесь сделана чайная заварка я заварила два пакета такая довольно таки густая заварочка да я вот ее налью на в каждую баночку ну вот получай пол столовой ложечки маленькие в маленькую баночку тут налью вот так вот почти целую столовую ложечку ну и сюда целую столовую ложку я вам скажу на пол-литра весь расклад напишу под видео а вы уже там сориентируйтесь так и масло растительное конечно же у меня пойдет в пол-литровую баночку я две столовые полные ложки в эту приблизительно полторы добавлю вот так вот а сюда добавлю одну будет вполне достаточно ну и все и давайте заполним сейчас рыбкой значит это салака видите какая она крупная она даже у меня еле-еле входит в пол-литровую банку но я постараюсь выбрать какие поменьше у меня тут так вот так вот у меня салака получилось и сейчас будем сюда в маленькие баночки укладывать киричку ну с киричкой попроще в одну банку я ее положу лежа как говорится плотненько утром бою вот так вот уложила видите а эту попробую стоя так вот все у нас шпроты готовы сейчас мы закручиваем их крышками и отставляем в сторону а вот на остатке у меня килька я хочу ее сейчас обжарить просто я уже вам показывать не буду каждую киричку я обмакну в муку возьму кукурузную муку вот так вот и обжарю на растительном масле и все и мы с вами встретимся дальше ну все мои дорогие вот кильку я обжарила в принципе как бы вы можете не заморачиваться с этим но обжаренная килька в томатном соусе будет намного вкуснее здесь у меня обжаренный лук морковь вот в таком количестве лук и морковь вот просто на глазочек взяла и добавлено сюда 250 граммов томатной пасты понятно что опять готовый продукт у нас значит он был посолен опять точно так же 1 и 6 я солила для себя по своему вкусу процента от общего количества продукта что 16 процента соли сюда чтобы у нас вы знаете вот я не хочу чтобы лук и морковка у нас попадались мне надо что поднародная масса была поэтому я сейчас это пробью погружным блендером так и на это количество я выливаю 1 литр воды мне надо чтобы соус был такой знаете не сильно густой почему один целый литр вылила потому что у меня килька обжаренная здесь мука и мука при готовке еще загустит соус так как я добавила воду ее нужно подсолить обязательно опять на 1 литр я беру 16 граммов соли и взяла 2 столовые ложки сахара сахар будет добавляться только в кильку в томатном соусе все снова пробиваем вот такой вот по консистенции соус у нас с получился почему добавила сахар ну потому что вы же помните вкус кильки до в томатном соусе который был раньше он всегда был сладковатый все берем далее баночку опять на 1 вам покажу на вниз я положу лаврушечку значит и положу конечно же перчик ну так вот несколько печеночек закину чуть-чуть налью соуса и теперь буду выкладывать кильку на дно слой кильки сколько вы положите кильки сколько вы положите соуса нальете все это уже по вашему вкусу как говорится опять соус добавляю вот я делаю а у меня уже знаете во рту вот этот вкус кильки в томатном соусе ой так вкусно будет снова слой соуса все заполняю опять соусом вот так вот баночку потрясу сейчас туда везде нас соус пробежит все и баночку можно закрывать это банка у меня будет закрываться вот такой вот крышкой и вот у меня на третью баночку уже не хватило кильки поэтому я сейчас просто дала доложу с алакой вот так вот не обжаренной правда вот теми хороши вот эти вот заготовки когда у вас продукт уже посолен что вы можете как конструктор собирать консервы какие-то какие вы хотите так сейчас немножко туда пропущу все это третья баночка так три банки кильки в томатном соусе но одна немножко с салата у меня получилось ну раз уж мы начали с вами салатку делать давайте ее и продолжим опять беру в баночку и тут уже лаврушечку на дно как обычно сюда же отправляю опять перчик и тут уже вы как хотите у меня есть и обжаренные овощи это морковь с луком есть и сырые овощи и осталось еще вот такого соуса я сделаю разные баночки так могу вот целиком не крупная которая вот так вот ее положу 1 баночка будет и залью соусом томатным это будет вот такой вот сладковатый привкус немножко как у кильки будет очень вкусно так следующую баночку опять на дно лаврушка перчик все по вашему желанию так я уже порежу на пополам ее каждую рыбочку и прям как она с икрой хорошенькая да и буду укладывать ее просто вот с пережаренными луком и морковкой так вот немножко раз в общем вот знаете вот все вот эти вот консервы которые я сейчас делаю вы все как конструктор можете пособирать по своему вкусу вот я вам просто предлагаю это что вот я как бы доделаю а вы можете уже все что вы хотите и как вы хотите так еще добавлю ложечку это будет у меня такая салака с овощами вот еще одна баночка консервов готова сейчас давайте возьмем горбушу вот такие кусочки горбуши я порезала вот на такие вот кусочки хочу приготовить знаете вот горбушу в собственном соку а забыла на дно все равно лаврушечку положу и перчик обязательно эти как по конвейеру по вкусу кладите как вы любите а налью на дно чуть-чуть буквально по столовой ложке растительного масла чуть-чуть совсем и все и укладываю кусочки горбуши и и и по 5 опять же да она у нас посолена поэтому можете можете укладывать так как вам нравится да вот так вот у меня получилось вот так вот две баночки снова еще одна консерва да будем считать горбушу собственным соком следующая у нас с вами на подходе рыбка это скумрия скумрию я тоже почистила и порезала не почистила вернее не разрезая брюшка видите она целиковая все промыла все сделала опять же у меня все посолено да не забываем об этом так значит тоже как хотите я хочу сделать скумбрию в масле и скумбрию с овощами опять добавляем перчик лаврушечку на скумбрию в масле я добавлю на глазочек буквально вот так вот наверное три столовой ложечки меня получилось растительного масла и укладываю кусочки скумбрии вот так вот баночка так и скумрию сейчас сделаем с вами с овощами я хочу с сырыми овощами сделать здесь у меня морковка и лучок так опять немножко добавлю масло чтобы не было так сухо например на столовую ложечку на глаз девочки мои дорогие мальчики тоже делайте я думаю что очень много мужчин посмотрят вот этот ролик потому что в принципе мужчины занимаются готовкой готовят очень хорошо особенно консервы теперь минтай мои дорогие тоже его порезала все посолено как обычно добавляем сюда значит лаврушечку по вкусу по вашему добавляем перчик по вашему вкусу и дальше уже минтай как хотите хотите можно приготовить его в собственном соку хотите можно с овощами обжаренными можно с овощами сырыми можно просто в масле можно в томате как вашей душе угодно я сделаю давайте в масле маслица добавлю ну буквально там две вот так вот ложечки все на глазочек добавляю минтай кстати многие называют его рыбкой для кошек мои дорогие это очень вкусная рыба вот а вот такую вот рыбу когда вы сделаете буквально до в масле можете даже вообще без масла делать до в собственном соку а вот я вас уверяю что вы когда откроете с картошечкой или чем-то это просто диетический продукт получается те кто особенно на диете это че это очень вкусно и вообще не калорийно так ну и вторую баночку сделаю давайте уже с обжаренными давайте овощами и вот у меня на остаточки немножко салаки и скумбрии осталось опять положу лаврушечку сюда немножко перчика так и я сделаю вот чисто вообще в собственном соку это все то есть даже без масла отправлю сюда скумбрию салаку так вот чередуя друг друга даже не полная баночка получится в этой консервации ничего страшного в этом нет вот мы ее с вами и попробуем значит овощи немножко у меня осталось тоже ничего я не переживаю за это совершенно уйдут в течение недели поставлю сейчас холодильник вот ну а мы с вам сейчас посчитаем что у нас получилось какие консервы и сколько вот посмотрите сколько консервов мы с вами сделали посмотрите какое количество я разложила все по вот так вот видите вот сколько банок и все на этом наша работа закончилась дальше будет у нас работать автоклав малиновка вот такой вот автоклав он у меня рассчитан на двадцать одну пол литровую банку нержавеющая полностью сталь очень толстая вот такая вот очень удобная кассета в которую составляются банки и потом мы будем уже ставить в автоклав эту кассету крышка но и все сейчас покажем вам на примере все будем уставлять и покажем как это все работает больше ничего делать не надо будет работать только автоклав малиновка готовить в автоклаве видите какой толстая толстый очень двумя ручками кран вот видите так готовить мы будем на воде они на пару потому что у меня различные крышки есть вот такие крышки и есть вот такие закручивающиеся крышки если бы у меня были только твист крышки вот такие вот да то тогда бы конечно можно было и готовить на пару но так как у меня есть и вот такие еще крышки то значит готовить я буду на воде вот так вот в кассету мы установили банки все вообще замечательно смотрите все хорошо надежно крепится очень удобно потом и эту кассету поставить уже в сам бак вот так вот кассета устанавливается в бак вот так вот видите выше на два сантиметра приблизительно налили воды и сейчас будем закрывать уникальность крышки в том что она имеет овальную вот такую вот форму мы должны найти вот видите рисочка 1 и рисочка вот на крышке вот она они соединяются вот она овальной формы вот так вот муж ставил видите рисочки сейчас вот так вот соединяться между собой вот такая вот перекладина для крепежа эти просто вот так вот раз вот вот все муж сделал все здесь на крышке у нас находится клапан аварийного сброса пара здесь у нас находится манометр до давление измерять манометр называется так сейчас мы сюда вставим термометром так термометр по которому будем определять температуру так это фарангейт нам надо цель все мы привыкли к цельсия все рисочки просмотрели все видите рисочка на баке и рисочка на крышке совпало самое главное вот видите крышка у нас находится внутри бака и когда под давление будет создаваться она давлением прижмется к стенкам бака и все будет отлично все зажигаем газ доводим температуру до 110 115 градусов и готовим с момента как где 115 110 градусов будет 30 минут хочу вам показать что температура уже доходит до 110 градусов вот прошлый раз когда устанавливали автоклав плохо было видно сейчас вам видите вот крышка до находится внутри как бы до автоклава поэтому с увеличением давления она еще сильнее прижимается вот так вот да что у других автоклавов нет потому что автоклав малиновка вот именно эта крышка она у них запатентована здесь вот находится встроенный клапан аварийного сброса давления если вы мало ли готовите блюда которые требуют 120 градусов а это мясные консервы да допустим то при возникновении в случае избыточного давления клапан срабатывает и возвращает его до допустимых значений так что автоклав полностью безопасен и вот смотрите что еще интересно вот я не могу прикоснуться потому что очень горячо а ручки смотрите они совершенно холодные при температуре практически 110 градусов вот такая вот красота он подходит такой автоклав малиновка и для индукционных плит и для плит вот таких вот которыми я пользуюсь то есть она стеклокерамика газовая да а вот и для электрических плит и для газовых как говорится плит в общем на любой плите вы можете готовить в таком автоклаве а малиновка ой как удобно до ручки вообще можете то есть его мало ли что если вам необходимо перенести вообще без проблем а тут конечно он горячий так все 110 градусов вот при температуре 110 115 градусов вот сейчас я начинаю отсчет 30 минут у меня будут готовиться консервы через 30 минут я газ выключу и оставлю автоклав полностью остывать при комнатной температуре смотрите вот этот клапан ни в коем случае самим трогать нельзя при работающем тем более автоклаве всем оставляем до температуры но приблизительно 35 40 градусов вот так вот но это я торопиться не буду у нас сейчас вечер до утра пусть стоит и остывает само по себе все мои дорогие до завтра и уже будем с вами пробовать вкуснейшие рыбные консервы ну все мои дорогие настал час икс уж как мы доставали конечно я вам показывать не стала из автоклава банки ну потому что ну что тут достали достали до утра у меня баночки здесь остыли и все вот результат на лицо все банки до одной целые все замечательно сейчас мы с вами будем пробовать сразу значит то вам скажу а ну у себя же я не до чего-то нашла должна и вас предупредить да вот банки которые мы делали с вами это килька в томатном соусе да а вот домашняя конечно же я немножко неправильно сделала не нужно было наливать полностью по плечике будет да вполне достаточно немножко вы просочила жидкость а сам автоклав в общем вот поэтому я как бы свои ошибки вам сразу говорю не надо полностью нужно по плечике накладывать и рыбу не надо так сильно плотно так по рыбе вы знаете вот распределила сколько у нас тут получилось им рецептов консервы и даже не сосчитать тут и килька в томатном соусе тут и салака в томатном соусе причем соус сладковатый вкусный здесь у нас горбуша в собственном соку ну вот девочки смотрите вот такие баночки а вот ну это вообще да здесь у нас и пожалуйста есть и и в собственном соку скумбрия есть и скумбрия у нас с овощами так где она у меня вот она у меня скумбрия с овощами есть у нас и минтай есть у нас и салака с овощами с пережаренными есть и салака в собственном соку конечно же шпроты ну это конечно не шпротами такие такие крупные такую крупную салаком назвать как бы трудно да очень крупные шпроты но все равно они с икрой поэтому я сделала вот ну а в этих двух баночках все замечательно получилось вот смотрите видите все замечательно получилось и тут и тут и тут в общем я довольно как слонка говорят но нам надо с вами попробовать посмотреть так вот эта банка та которая была у нас неполная да вот сейчас мы ее с вами и откроем и посмотрим так сразу век живи век учись да как говорят ник никогда в жизни не знала как пользоваться вот этой открывашкой их у меня очень много ну ну что как они вот так вот делала крутила крутил ничего мне не открывается а проще некуда оказывается нужно просто взять нажать нажимаешь щелчок и все а я крутила вертела раньше ну в общем вот так вот все и крышечка прекрасно открылась так оцениваем запах здесь у меня была скумбрия по-моему и салака да ну вот вот на вид вот так вот это выглядит покажу поближе так смотрите вот так вот на вид видите так сейчас выложим на тарелочку прямо при вас ну вот так вот наверное все уже выкладывать не будем мужа попросила подержать перед камерой до чтобы было видно ну вот самое главное видите муж камеру не стала переносить мне хочется посмотреть как перепрели кости если кости перепрели то уже все остальное и говорить нечего я ее девочки даже найти не могу где пусть а вот она вот она косточка вот она косточка видите я и сминаю вот она вся у меня видите вся просто расползлась в руках в общем кости совершенно все готовы рыбка целенькая видели сами да при вас разломала я попробую с вашего позволения хотя на камеру не ем ой как вкусно все лёжа спасибо за помощь нереально вкусно вот знаете и посоли до посоль и посоль я вам могу сказать что для меня вообще идеально вот просто идеально те кто не любят не любите очень соленая то тогда пожалуйста можете положить чуть меньше очень удобные рецепты когда нам не нужно каждую банку отдельно соль накладывать тогда высчитывать сколько там пол чайной ложки сколько что взяли готовый вернее продукт то есть рыба овощи что там вы будете взвесили отмерили соль сосчитайте на калькуляторе от 1 до 2 процентов соли 1 процент кто совсем не любит соленая 2 процента кто совсем любит сильно соленая все засолили и накладывайте как конструктор все что любите в баночке и все автоклав малиновка и все и будет вам ну и ну и я вам обещала посчитать до сказать по выгоде у меня получилось 16 баночек вместе вот с этими двумя шпротами вот такими маленькими баночками и вместе вот с этой неполной ну давайте для полного счета сделаем 15 больше вот эту банку за одну эту вообще считать него пусть на вот 15 банок для ровного счета пол литровых банок да я вам покажу сейчас чек я купила рыбы на тысяча шестьсот два рубля вот так вот на тысяча шестьсот два рубля я уж не считаю конечно мои дорогие ну сколько тут масло ушло ну пусть осчитайте овощи у нас практически у всех свои да тоже не не ничем не потратитесь 15 банок кило 160 рублей это выходит 100 рублей банка пол литровая 100 рублей пол литровая банка рыбы ну у нас 300 там сколько 250 баночки в продают да она стоит 100 с лишним рублей то есть выгода тут ну вообще туда же и гадалки не ходить это очень выходит выгодно это первое второе вы сможете в один день сделать определенное количество консервов за один раз и обеспечить себя практически на месяц готовой консервации которую вы можете открыть в любой момент сейчас у нас идет лето лето впереди впереди у нас заготовки овощи мало вырастет их нужно еще прибрать самое главное а сколько места у нас в холодильниках занимают овощи на когда мы можем эти же овощные заправки супы приготовить в банках и прекрасно будет храниться при комнатной температуре в любом месте потому что все овощи которые все вернее консервы которые вы готовите в автоклавия а срок годность у них от двух до трех лет поэтому спокойно можете приготовить и не переживать что какая-то баночка у вас взорвется по поводу автоклава до линейка автоклавов у них очень большая вот это у меня на 21 пол литровую банку есть еще больше на 28 есть поменьше на 14 вот вы какой хотите такое выбирайте если у вас нет автоклава подумайте о его приобретении обязательно потому что вот понимаете эта палочка-выручалочка при любых обстоятельствах вы всегда спрашиваете как я все успеваю потому что у меня наготовлено заранее все приготовленное если когда-то мне некогда я бац открыла баночку любой вот эту же горбушу посмотрите какая красота получилась отварила картошечки открыла баночку горбуши все ничего больше не нужно вся семья будет сытая приобрести автоклав малиновка вы можете и на озоне и на валберис можете на любом на авито и конечно же официального дилера ссылочку на приобретение автоклава я вам оставлю внизу под видео причем платить сразу не не нужно вы можете заплатить при получении наложенным платежом когда посмотрите что у вас пришел товар и товар соответствует тому что вы заказывали производителем я очень довольна от татьяны с любовью вам рекомендуют конечно же автоклав мариновка пользуйтесь рецепт самый простой правда какой только можно выдумать да все 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 что вы хотите в баночке в эти положили мы с вами еще будем конечно же в течение периода все снимать я вам буду показывать если что-то буду еще готовить в автоклаве малиновка это обязательно будет поэтому оставайтесь со мной смотрите заказывайте прямо по ссылочке я вам оставлю внизу ссылочку и в закрепленном комментарии прям по ссылочке по этой переходите и делайте заказ я вам гарантирую что вам придет качественный товар что вам придет товар вовремя и вы не попадете на никаких мошенников это уж точно всего вам самого доброго и самого хорошего если понравилось видео то ставьте лайки не забудьте подписаться на мой канал с вами была ваша татьяна пока пока